здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала с вами как всегда елена хотела бы поделиться сегодня с вами рецептом очень простёчим да не могу разрыхлитель своими руками для теста вот смотрите вот такой вот разрыхлитель я купила в атб гривна 20 гривна 20 так как будто бы ребята и не деньги если так подумать но почему же мы не можем сделать этот разрыхлитель своими руками скажите мне пожалуйста мало того я готовлю очень много и этот разрыхлитель он у меня всегда есть под рукой мало ли есть у меня разрыхлитель именно магазины или нет собственного приготовления ничем совершенно не хуже мало того он в 10 раз дешевле ребята для этого нам понадобится 12 чайных ложек крахмала можно ребята мука но мука все равно она не такая вот у нее срок годности не такой вот крахмал все-таки лучше 5 ложечек соды пищевой и 4 ложки лимонной кислоты по рецепту пишется 375 но вымерять немножечко тяжеловато потому просто можно ложечки не досыпать не очень не такие с горкой делать да и обязательно лимонную кислоту посмотрите она вот такая вот крупинками для того чтобы она лучше растворялась в нашем тесте потом ее нужно обязательно перебить в муку вот такую вот смотрите на кофемолке смотрите я вот 12 ложечек крахмала я отмерила добавляем добавляем лимонную кислоту так добавляем что-то такое прилипло надо чтобы продукты конечно были все сухие ребята и соду пищевую пересыпаем перемешиваем ребята вот и весь рецепт смотрите здесь получается 20 ложечек то есть 20 вот таких вот пачечек это на 20 порций 20 пирогов можно испечь то есть я же говорю экономия очень хорошая вот так вот я пересыпаю у меня всегда есть и не знаю уже пользуюсь лет пять наверное вот самое главное ребята что вот когда готовишь обязательно встряхнуть хорошо встряхнуть и потом точно так же вот по вот этому рецепту чайная ложка идет на пол килограмма муки точно так же как как и магазинный ну что ж ребятки понравился мой совет ставим лайки и не забываем подписываться на мой каналчик с вами Елена а а а а а а